С незапамятных времен люди обращали внимание на то, что мир ведет себя двояким образом. С одной стороны, все происходящее на материальном уровне более-менее понятно и объяснимо с точки зрения законов естествознания. Но с другой стороны, когда приходится сталкиваться с явлениями тонкого плана, эти законы перестают работать. Почему никак не удается объединить различные проявления реальности в одну систему знаний? Получается странная картина. Мир словно играет в прятки с человеком, не желая раскрывать свою подлинную сущность. Не успеют ученые открыть закон, объясняющий одно явление, как тут же возникает другое, не укладывающееся в рамки прежнего закона. И эта погоня за истиной, ускользающей словно тень, длится непрестанно. Но вот что интересно. Мир не просто скрывает свое истинное лицо. Он еще и с готовностью принимает то обличье, которое ему приписывают. Так происходит во всех отраслях естествознания. Например, если представлять объект микромира в виде частицы, обязательно найдутся эксперименты, это подтверждающие. Но если предположить, что это не частица, а электромагнитная волна, мир не станет возражать и охотно проявит себя соответствующим образом. С таким же успехом можно задать миру вопрос. Из чего он состоит? Из массивной материи? И он ответит «да». А может быть, все-таки из энергии? И снова ответ будет утвердительным. В вакууме, как известно, происходит непрерывный процесс рождения и аннигиляции микрочастиц. Энергия превращается в материю и наоборот. Не стоит опять же спрашивать мир о том, что первично – материя или сознание. Он будет также коварно менять свои маски, поворачиваясь к нам той стороной, которую мы хотим видеть. Представители разных учений ссорятся между собой, доказывая противоположные точки зрения. Но реальность выносит бесстрастный вердикт. Все они, в сущности, правы. Выходит, мир не только ускользает, но и соглашается. Другими словами, ведет.